Каждый из нас хотя бы один раз в жизни оказывался в местах массового скопления людей. Такими местами могли быть публичные выступления известных личностей, концерты, звезд шоу-бизнеса, спортивные состязания, митинги, массовые собрания и даже оживленные остановки общественного транспорта также могут быть местами массового скопления людей. Исследователи, психологи выделяют толпу в особый биологический организм, действующий по своим собственным законам. Непредсказуемость и спонтанность – вот в чем кроется главная опасность толпы. Большая часть людей, находящихся в толпе, на некоторое время утрачивают способность самоостоятельно принимать решения, критически мыслить и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Он входит в тот единый организм, который выполняет команды и задания лидера толпы. Толпа может стать опаснее, чем любое стихийное бедствие. Вероятность появления серьезных жертв в толпе, охваченной паникой, возрастает многократно. Любой резкий, громкий звук, хлопок, взрыв, крик могут стать существенной причиной к началу волнений. Спрогнозировать поведение толпы после неожиданно раздавшегося звука невозможно. Самостоятельно выбраться целым и невредимым из толпы, охваченной страхом, паникой, практически нереально. Дело все в том, что стадное чувство, в нем теряется воля и разум конкретно взятого человека. В толпе проявляется человеческая агрессия, склонность к произволу и вседозволенности. Современные психологи объясняют причину возникновения агрессивной реакции живой сущностью человека, как отдельного индивида. Люди, когда что-то не нравится, что-то непонятное, начинают вести себя очень агрессивно. Итак, если вы оказались в эпицентре толпы, место массового скопления людей, где толпу мгновенно охватывает паника, и толпа в это время с высокой скоростью начинает судорожно двигаться в одном направлении, в первую очередь, ни в коем случае не бегите вместе с толпой и не старайтесь бежать против нее. Постарайтесь медленно и по диагонали сместиться к краю толпы, дав возможность толпе пройти вперед, а вы тем временем неспешно постарайтесь выйти из эпицентра массового скопления. Это оптимальное решение для грамотных действий при панике в толпе и давке, образовавшейся на улице. В 18 лет испытать то самое чувство толпы, от которой всегда нужно бежать, и никогда не оказаться внутри толпы, ни при каких обстоятельствах. Выступал он в том самом сером доме на набережной в театре. А мне-то было 19 лет или 18 лет. Я только приехала в Москву, кто-то мне достал билет. У меня такая судьба, мне дали билет, я даже никогда не гонялась за билетами, потому что эстраду актеров не люблю, хотя прекрасно танцевала в народные танцы. Это дает развитие уму и движениями вашими бесконечно плавными. Или вы контролируете свое тело, свои руки, или не контролируете. Поэтому, когда я это делаю на экране, это красиво. Но когда это кто-то меня пытается повторить, это становится как конюх. Да, конюх изображает из себя павлина. Примерно так. И я хочу сказать, пошла я когда-то на этот концерт Дина Рида. Билет мне дали. Мое место было где-то третий ряд или второй ряд, сейчас не помню. Ну, вот где-то у прохода, я всегда заказывала себе место у прохода. Да. Ну, допустим, это был даже третий ряд, да. Мне его было хорошо видно, я его прекрасно видела, и зал был полным битком набитый. И, конечно, когда закончился концерт, а я, в принципе, училась частично на Чукотке, частично в Москве, в московской школе. Так что я, как бы, не совсем-то, да, городской, столичный житель. Я себя больше считала провинциалкой, конечно. Ну, родилась-то я на Чукотке, выросла там. А то, что училась туда-сюда, ездила по полгода в Москву, но это ведь не совсем-то, да. Поэтому, конечно, это много дает, но это не совсем-то. Поэтому я, как бы, вышла из зала, одна из первых. Я всегда сажусь в зал. Вот я специалист в национальной безопасности, друзья, но я изнутри специалист. Я не потому, что я Академию при президенте закончила, кафедру национальной безопасности, не поэтому, а потому, что я изнутри сажусь в зал всегда. И смотрю, где выходы, запасные выходы. Это всегда так. А я сажусь всегда недалеко от этих выходов. У меня не было никогда такого случая, что мне позарез нужно взять на какой-то спектакль место, а место, допустим, далеко от аварийного выхода. Нет, друзья, я лучше не пойду. Вот реально лучше не пойду. И так я сажусь и смотрю, где аварийные выходы. Это я вас учу. На самом деле я-то уже прошла эти университеты. А вы нет. И когда я эти аварийные выходы определяю, я определяю, в какой из них мне ближе всего добежать. В случае че. В случае пожара, в случае толкучки, в случае чего-то угодно. И так же с Динаморидом я определила. А у меня это было, друзья. До 19 лет точно. От 17 до 19 лет в это время. И я вышла из зала, когда закончился концерт. Одна из первых. Я не ждала, когда народ рукоплещет. А мне он не нужен. Ну, спел и спел. Актер и есть актер. А мы за это и деньги платим. Нашими билетами. Говорит, что он мне слишком нравился. Его раскрутили в Советском Союзе. И песни его были. Модные. А я молодая. Такая же хотела быть модная, как и все. И выйдя на улицу, я отошла подальше. Я реально отошла подальше. А когда... Ну, для того, чтобы увидеть, как толпа выйдет. И, может быть, издалека еще увижу этого актера, певца. Толпа выходит, повалила толпа и расплескалась вокруг театра. Надо сказать, что народу-то было очень много. Ну, а далее толпа вдруг начала двигаться. А я стою почти. Я на дороге стояла. Я уже отошла от этих всех лестниц больших. Это серый дом на набережной. И отошла от этих лестниц больших. Кремль за спиной у меня. Я так попятилась, попятилась. И встала куда-то. Ряд машин стояла я к ним. Прислонилась, стою, смотрю, как толпа выходит. И вот толпа в мгновение ока, она ринулась. И оказалось в мгновение ока около меня. Оказывается, автомобиль, к которому я прислонилась спиной, уходя от толпы, оказался тем самым автомобилем, куда сел или должен был сесть. Тот самый певец Дин Рид. А я спиной. И меня толпа начала давить. И Дин Рид-то открыл дверь и сел. А я-то рядом, я не собиралась к нему садиться. Мне это не нужно было. Я об этом даже не задумывалась. И меня прижали к этому автомобилю так сильно. Я не знала, куда мне деться. Надо было, конечно, залезть на крышу. Но я не сообразила. И меня толпа прижала. Прижала так, что я и так-то была тростиночкой. У меня такой размер был сороковой или сорок второй тогда, россиянский. А европейский тридцать шестой уже потом, когда уже я родила детей, у меня был тридцать шестой. А до этого тридцать второй, наверное, был размер. Европейский. Чтобы вы понимали, какого я была размера. И вот такую вот тростиночку размяли, сняли, в смятку прижали, раздавили. Я только думала, как бы мне выбраться из этой толпы. Это вот единственный первый раз, когда я попала в такую толпу. Был еще один раз. Но это уже не касался актеров и того, как ты ходишь. И с тех пор я не хожу ни на один концерт. Мне достаточно было в 18 лет испытать то самое чувство толпы, от которой всегда нужно бежать. И никогда не оказаться внутри толпы. Ни при каких обстоятельствах. И поэтому я всегда избегала толпу, пометуя тот самый вечер с красивым парнем, певцом Дином Ридом. Из Америки, между прочим. А года-то о-го-го были какие, а? Вот так, друзья. Холодная война была в это время. А певец приезжал. Дин Рид. Ну ладно, мы с вами вечер воспоминаний закончили. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»